Как известно, сезонность присуща не только рынкам фруктов или автомобилей, но и такому, казалось бы, гиганту, как рынок недвижимости. Конечно, смена времен года не заморозит жилищные сделки, но вполне сможет повлиять на уровень цен и спроса. Когда, в какой сезон выгоднее покупать, продавать или арендовать жилую недвижимость, узнаем сегодня у нашего специалиста. Недвижимость до сих пор считается одним из самых выгодных и надежных способов вложения денежных средств. Спрос неизменно высок, а цены год от года только растут. При этом эксперты, изучающие рынок недвижимости, отмечают сезонные колебания продаж жилья. В докризисный период, то есть до 2008 года, существовала ярко выраженная сезонность, то есть весна и осень, и особенно приближение к Новому году, то есть где-то декабрь месяц, характеризовался всегда большим ростом цен. Почему был рост цен? Потому что активизировался спрос, реально, что весна, где-то начало марта, активизировался спрос, летом был спад всегда, и предложения все падали. Ну и по цене немножко падали, активность на рынке в плане предложений спадала, и риелторская активность, то есть все риелторы в основном летом всегда уходили в отпуска. И, соответственно, к осени, начало сентября, соответственно, опять был рост, потому что опять человеческая активность возрастала, и цены постепенно росли. Считается, что весна и осень – пик активности продавцов и покупателей жилых помещений. Лето – обычно мертвый сезон, поскольку это время отпусков. Рынок недвижимости практически замирает. С началом сентября продавцы снова активизируются, стараясь продать квадратные метры как можно выгоднее. Это касается предложений по вторичному жилью. При покупке квартиры в новостройке ситуация может выглядеть иначе. Многие застройщики осенью делают интересные предложения и существенные скидки на жилплощадь. На сегодняшний день лишних денег у людей на руках нет. Соответственно, покупают квартиры только по мере необходимости люди. Соответственно, и рынок перенасыщен в плане предложений, то есть людей, продающих, гораздо больше, чем покупающих. На сегодняшний день найти, скажем, сложнее покупателя, чем продавца. То есть можно найти любой вариант на любого клиента по любым требованиям, то есть с любым ремонтом, с любым состоянием квартиры, любое количество метров и все там подобное. То есть предложений на сегодняшний день невероятное количество. И таким образом, благодаря такому большому обилию предложений, цены стали сами собой стабилизироваться. Причем цены на квадратный метр весьма умеренные и зависят от множества различных факторов, о которых мы не раз упоминали в нашей программе. Поэтому квартиру можно подобрать без особого труда и на любой вкус. Люди, которые обладают большим количеством недвижимости или большим количеством денежных средств, находятся в определенной растерянности, что им делать, продавать или покупать. Но, соответственно, тем людям, которые как бы живут более скромными категориями, то есть которым просто квартира нужна для того, чтобы жить, они могут, скажем так, не зацикливаться на каких-то вот этих сезонностях и всем там подобным. Сегодня рынок недвижимости в нашей области пестрит различными вариантами жилой недвижимости. Если вы решили быстро продать или купить квартиру, необходимо, чтобы в ней была изюминка. Пытаться подгадать, когда выгоднее всего продать или купить, очень сложно. Потому что, например, сегодня ты поставишь квартиру на продажу, и она может очень долгое время не продаваться. Соответственно, потому что в этот период может быть много предложений на рынке, аналогичных твоему. А если твое предложение будет уникальным, то есть, скажем так, такой квартиры, как у тебя, не будет ни у кого, и цену, которую ты определил для своей квартиры, тоже будет уникальной в своем роде. То есть все зависит, опять-таки, от того, нужны людям деньги или не нужны. Если люди, скажем так, будут жадничать и пытаться продать как можно дороже, естественно, их предложение на рынке экспонироваться будет очень долго. Годами может быть квартира, которая завышенной ценой стоит. А, соответственно, если люди заинтересованы в том, чтобы наискорейшим образом получить деньги, и, скажем, адекватно будут работать с риэлтором, и он будет им предлагать вариант, что скажет, ребята, вот, допустим, на сегодняшний день ваша квартира относительно там стоит столько-то, давайте мы ее продадим вот за такие-то денежки, и вы, соответственно, получите их гораздо быстрее. Чем, допустим, если вы будете продавать ее за такую сумму. На наличие или отсутствие сезонности можно абсолютно не обращать никакого внимания. Если вы решили продать или купить квартиру, не стоит сидеть в ожидании. При покупке или продаже жилища или офиса необходимо изучить ценовую политику всего рынка недвижимости. Вместе со специалистами или же самостоятельно подобрать необходимый для себя вариант. Удачи вам! Пока!